Это тоже за границей. Вере Фёдоровой в июне 41-го было 17. Вместе с семьёй жила в Ленинграде. Старший брат сразу ушёл на фронт. Сама поступила в школу медсестёр. Хорошо помнит, как жили в блокадном городе. Эти пайки, эти 125 грамм, я всё на себе испытала. И как ездили на поля, искали что-нибудь, хоть одну картошину. Папа так ему не повезло. И шёл домой. Обстрел был. Его задело, его даже как-то закопало. Его раскапывали. Ходили, его искали. И так он уже и не встал. И в 42-м умер в Ленинграде. А мама уже где-то летом 43-го. Она уже одувала до умерла. Позже Вера узнала. Брат тоже умер от ран в 42-м. За год она потеряла всю семью. Сразу после школы медсестёр Вера в звании сержанта, но ещё без обмундирования, отправилась на фронт в январе 42-го. Когда мы шли пешком на пункт, где сбор был, я отморозила ноги. Ну что, у меня туфельки были. Что мы раньше сапоги носили? Нет же. И вот туфлях отморозила ноги. Наш госпиталь был в палатках. Эти финны стреляли. Даже, знаете, вот эти трансирующие пули, видно, как летели, вот как огонёк вот так вот. Ну, был госпиталь недалеко от нас. В общем, весь вырезали. Ну, нам как-то повезло. Мы дежурили по полтора суток. Спали стоя. В общем, кто-то и сидя спали, привязывали, чтобы не упали. В общем, очень тяжело было. Госпиталь номер 736 первой линии. Принимали раненых сразу после боя. Иногда до двух тысяч в сутки. На всех всего четыре медсестры. Работали без сна и отдыха. Вера Фёдоровна рассказывает, за время её дежурства ни один раненый не умер. У нас в госпитале не было смерти. Мы сидели возле них, ухаживали. Ради было так, чтобы живыми отправить дальше. Всё у нас было. Привозили из гущёнка. И всё было. В общем, те, что к нам попадали раненые, их кормили хорошо. А вас кормили? Ну, всё раненым отдавали. В 44-м, когда советские войска прорвали блокаду Ленинграда, полевой госпиталь перешёл к 4-му Украинскому фронту. Дальше была Польша, Чехословакия. Там Вера Фёдорова и встретила День Победы. Вспомнить так прямо слёзы из глаз. Обнимались и с больными, и то, что остались эти наши. Так радовались. Вместе с нами плакали. Мы победили, потому что все за одного. И мы не сдались нигде. После войны Вера Фёдорова поступила в техникум. Выучилась на экономиста. Вышла замуж. У неё дружная семья. Много наград. Но самые важные – медали фронтовой медсестры. За боевые заслуги и за отвагу.